Впереди, почему сегодня пришли? Я каждый день приходил, не только сегодня. А почему приходите? Да я приходил, когда это было не модно. А когда это стало модным? Ну вот, стало модным, я думаю, в последние пару дней. Вы приходите в последние пару дней? Нет, с первого, с девятого вечера. А в девятого где были? Я был когда Престон. Престон старый, маленький. На Веже? На Стелле. И потом каждый день ходите? Один день пропустил, да. Какие у вас уражения от такой новой формы протеста? Такой мирный белый протест? Что вы скажете? Я думаю, что герой этой кампании – белорусский народ. Я все это придумал, все это сделал, организовал. Я в закоплении. А верите вы в то, что могло нечто изменять без лидера? Ну, лидер белорусский народ, лидер есть. Лидеру протестов есть. Кому людей мало хвалявала, какая позиция Тихановской. Люди, народ – это правильный лидер. Как вы в целом оцениваете последние 4-5 дней в стране? Ну, я думаю, что я начну два дня скажу. О, это перемога. И после первого дня я скажу, что Беларусь никогда не станет ранней. Это новая Беларусь. И теперь я просто выполню, что это перемога. Не боитесь задержания? Ну, как бы, те, я хочу, чтобы меня не затримали. Я не хочу. А те боюсь, они не боюсь. Ну, знаете, боятся люди все натурально. И вы памятаете, что в 2010 году я тогда рассказывал в 2011 про катывание в турне, в изоляторы, про все, что с нами работали. Ничего нового они не работали. Просто это начали работать на шмат большем объеме. На тысячи, тысячи людей. Таму, как бы, ну, это стало зауважным. И дякую, что люди это зауважили, вышли. И, в принципе, я спадзеюся, что Гвалтвель не худко будет сприняна. А вот ваш прогноз. Як худко и какие люди будут выняты? Я не даю прогнозов. Але я кажу, что народ переможен. Зауседы в долготерминовой перспективе. Але и в короткотерминовой таксам.